Елена Петрова утро начинает с чашечки кофе, проверки почты и ответы на письма от своих друзей. Судьба раскидала их по разным странам и городам. Несколько минут и оптимистичные строчки отправляются в Грецию, Германию, Казахстан, Украину. Пустынные улицы, пустынные города, закрыты предприятия, заводы. Такого не было еще в мои года. Пустыни в городе? В какое время года? Пустуют парки, карусель молчит. И некого крутить вдруг стало. И кажется, у неба синий рябит. Оно вдруг очень серым стало. Какой-то одинокий господин, закрывший шарф. Пробежал по переулку. И тихий шорох редких шин, лишь слышен в отдалении гулкам. Шуршат листочки в серой тишине. Весна, но нет звучащего веселья. Застыла жизнь на проблесках окна, как пробуждение глубокого похмелья. 2020 год. Весна. В пустыне по домам ползет. В условиях карантина наша героиня не скучает. Написать несколько строк в поддержку тем, кто в этом нуждается, и за работу. Домашние хлопоты никто не отменял. Как правильно себя настроить, находясь дома в самоизоляции. Погода под стать карантином. Морозец и мягкий снежок. И следуя рекомендации, сиди-ка ты дома, дружок. А завтра апрель, месяц звонкий, веселый и очень смешной. Мы встретим его у окошка. Посмотрим, он будет какой. И с чашкой у кофе прогулку пойдем совершать по коврам. Заглянем во все мы окошки. Присядем на мягкий диван. Посмотрим ТВ на дорожку, чтобы в курсе быть всех новостей. И двинемся дальше немножко встречать в интернете гостей. Друзья мы родным и знакомым. Здоровья с утра пожелать. И чтобы они не скучали, стишок им в сети разослать. Ну что ж, часть прогулки свершили. А что там погода творит? Светло. Уже день наступает. И солнце скучать не велит. И так путешествуем с пользой. Пора пылесос в руки взять. А после дороги диванчик и новую книжку читать. Елене Петровне часто задают вопрос, когда будет издан сборник ее стихов. Она всегда отшучивается и говорит, что для нее главное – живое общение с друзьями и их эмоции. Многие пишут, что благодаря ее стихам поднимается настроение и все печали отступают. На одно из моих последних стихотворений в связи с обстановкой у нас, не только именно обстановку, но я еще и поддерживаю. То есть, что утро, кофе, солнце встало. Веселимся, весь народ. Первое апреля. Смех, позитив душе всегда дает. Задали вопрос. Лена, когда будешь издаваться? Я отвечаю. Зачем издаваться? Я здесь вам всем разошлю. Всем моим друзьям. Я всех порадую. Вот она я. Вчера я отправила, благодаря своей дочери, новую свою фотографию в соответствии с обстановкой. Маски. Всем понравилось. Все оценили. Некоторые даже спросили, не сама ли я маску сшила, или где ее приобрела. Карантин – новая тема для поэтических произведений нашей героини. В каждой строчке призыв оставаться дома. Воспользоваться этим временем, чтобы провести его с близкими людьми, заняться творчеством. А может быть, стишок написать. А может быть, песенку спеть. Ведь есть интернет и есть скайп. А можно и хором попеть. Друзей пригласим. Сколько тут. Пусть песни со мною поют. Я понимаю, что последнее – это уже чистая импровизация, да? Да, вы не ошиблись. Это чистая импровизация. Если есть талант, его надо использовать. Одно нажатие клавиши и стихи Елены Петровны отправляются в кругосветное путешествие, пока автор находится на самоизоляции. Мера временная. Как только карантин завершится, поэтесса отправится к морю. Впервые за последние годы весну она встречает не на Черноморском побережье, а дома. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.